здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто смотрит нас на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самая поля радиостанция на среднем западе сша ее ведущий эдуард брумер и геннадий брумер события в украине война россия 24 февраля атаковала независимое государство украины и ведет войну захватническую войну сегодня мы беседуем с украинским журналистом и общественным деятелем дмитрием гордоном дмитрий ильич добрый вечер хотя бы добрый вечер здравствуйте добрым а дмитрий ильич вот я сейчас сказал добрый вечер и хочу вам сказать от всей нашей редакции лично от нас что такие словосочетания как добрый вечер добрый день доброе утро мы хотели бы чтобы вернулась жизнь каждого украинца чтобы наступил мир и чтобы украина выиграла эту битву а с в разом будущее за будущее да мы желаем чтобы у вас наступил мир дмитрий ильич много лет назад адольф гитлер выступая перед своим народом сказал я освобождаю вас от этой химеры совести делайте что хотите как вы думаете а российский фюрер а то же самое пообещал своему народу освободил он а свой народ от вот этой химеры совести вы знаете я как мне казалось достаточно неплохо знаю российский народ я очень много поездил по россии я служил в россии в советской армии и я занимался первую половину 90-х конец восьмидесятых первую половину 90-х шоу-бизнесом активно и с артистами ездил по россии объездил ее всю и мне казалось что я достаточно неплохо знаю менталитет русского народа я и потом часто бывал в россии делал интервью раз в месяц полтора в москве в питере я должен признаться что я не понимал до конца менталитет русского народа это оказалось такая дремучая гадкая подлая смесь я не говорю обо всех русских я сразу хочу сказать я никогда не клеймлю народы я никогда не говорю что какой-то народ хороший а какой-то плохой боже упаси но для меня было откровением стало откровением то что подавляющее большинство россиян поддерживает эту кровавую бойню учиненную россии против ни в чем не повинной страны ни в чем не повинного народа они поддерживают убийство мирных жителей детей убийство просто людей живших у себя в городах на коленях со связанными сзади руками им пускали пулю в затылок это массовое убийство они поддерживают бомбардировки городов с огромными жертвами я не знаю где путин искал нацистов но в русскоязычном мариуполе который он стер с лица земли точно их не было и в русскоязычном харькове который он методично уже три месяца долбит изградов жилые дома кварталы красивейший город харьков тоже нацистов нет это ужасно то что происходит двадцать первом веке это ужасно этого не мог представить никто и я в том числе это что россияне это едят то что они это защищают то что они приходят сюда в украину убивать украинцев то что они верят своему фюреру этому проклятому подонку путину но это такое им пятно на карму это такое вообще вы знаете я пытаюсь найти слова у меня слов нет сегодня три месяца ровно три месяца с начала войны и у меня все кипит внутри если честно кипит потому что они нашу жизнь исковеркали они перевернули всю ее для миллионов людей смотрите сегодня больше 10 миллионов украинцев беженцы разбомблена инфраструктура убиты десятки тысяч украинцев ради чего как это получилось зачем и конца же и края не видно поэтому ненависть распирает ненависть и я уже говорил несколько раз я повторю украинцы ложатся спать с одной мыслью чтобы путин сдох и просыпается с этой же мыслью чтобы путин сдох мы искренне желаем сдохнуть и путину и шойгу и патрушеву и герасиму и лукашенко за компанию всей этой чертовой банде которая обрушила на нашу процветающую мирную красивую прекрасную украину град из бомб залпового огня и убийств мирных жителей дмитрий ильич мы с вами часто беседовали еще до войны вот это словосочетание в наше время еще до войны то которое мы когда-то с вами в школе употребляли делили 20 век сейчас употребляется к сожалению вот так вот в нашей беседе скажите а вы сегодня другой человек и если да то что другое или что отмерло может быть в сегодняшнем дне вы знаете все мое понимание вся моя риторика долгие годы по отношению к россии к путинскому режиму не претерпели изменений в общем то все то же самое я прекрасно понимал кто такой путин и кто такие русские фашисты я не представлял на что они могут пойти это да но жизнь каждого украинца разделилась на два периода до войны и после войны вы совершенно правильно сказали на ничего не изменилось до войны и после войны до я сегодня думал о том что мой папа который родился в тридцать шестом году в пять лет стал беженцем в пять лет он и его мама и родители мамы эвакуированы были в алмату казахстан и я думаю что он вряд ли думал он гражданин соединенных штатов америки проживающий в украине он вряд ли думал что пройдет сколько сорок первого года 81 год и он снова станет беженцем я думаю что он не мог такого себе представить а он сегодня снова беженец по вине путина тогда по вине гитлера сегодня по вине путина два фашиста дмитрий лечь есть такое понятие историческое дежавю что я имею ввиду а в 2008 году россия напала на грузию и как говорится коллективный запад а благодаря тому что как все таки бизнес важнее совести закрыл на это глаза ну там сказали что то но все-таки ничего не практически не предприняли против россии то же самое произошло в 2014 году тоже как бы одни слова и на этом было стоп а мы дожили до 2022 года и вот благодаря этому коллективному западу произошло то что произошло нет ли у вас вот этого исторического дежавю связанная с германии 30-х годов нет ли этого исторического повторения не ничему не учит история заря учит тому что ничему не учит вы задали очень хороший вопрос я всегда считал и продолжаю считать что успеха достигают лишь те кто хорошо знают историю потому что история повторяется постоянно с завидным постоянством и тот кто знает что было и чем это заканчивалось тот понимает как надо себя вести как надо в общем-то вести народы свои по этой извилистой непростой дороге конечно все повторяется конечно все повторяется и все повторится и дальше и финал будет тот же что и был сорок пятом году но я думаю что сегодня просто цивилизованному западу уже некуда отступать наконец-то запад понял что если сегодня пойдет украина пойдет и запад потому что это взорвавшиеся хамьё я имею ввиду путина и путинскую россию взорвавшиеся совершенно безнаказанная опьяненная от каких-то своих представлений о мнимом величии хамьё не технологичная страна которая ничего не дала миру вот когда я говорю ничего то я понимаю чем я говорю я повторю россия современная ничего не дала миру в то время как соединенные штаты которые приглашают к себе со всего мира лучших ученых лучших там писателей композиторами так далее они постоянно дают что-то миру дают начиная от компьютеров заканчивая айфонами ну можно долго перечислять лекарства самые прогрессивные и так далее россия не дала ничего эта страна не в состоянии без помощи запада даже машину автомобиль произвести они мнят себя великими они рассказывают какие они великие машину произвести не могут простую малолитражку никакую ничего отстали на сто лет но продолжают считать себя великой страной и достигать пытаются этого величия с помощью порабощения средневековые дикари озверевшие такие подонки просто которые считают что можно вот так средь бела дня прийти в другую страну убивать насиловать грабить мародерить делать черти что там где их не хотят видеть почему они к нам пришли на каком основании кто их звал их никто не звал никто не хотел их видеть но они появились здесь поэтому да история повторяется но закончится также как в сорок пятом году дмитрий ильич хотели бы вы еще все таки взять интервью у путина в контексте интервью с вампиром и считаете ли вы что путин все-таки счастливый человек я не считаю его человеком раз я не считаю его счастливым человеком он абсолютно несчастный причем с детства он не абсолютно не интересен для интервью он не интересен как персонаж для нюрнбергского процесса назовем его киевский или мариупольский или харьковский как угодно или черниговский абсолютно не интересный персонаж мне больше хочу одного чтобы он сдох поскорее и чтобы моя страна поскорее была счастлива от этого факта а дмитрий ильич а помните в советское время было такое высказывание вшивая интеллигенция то есть что я имею ввиду а те люди хоть есть рай мы сейчас говорили про российское общество в принципе есть люди которые у которых осталось совесть я имею ввиду ли ахиджакову я имею ввиду басилашвили я имею ввиду очень многих людей которые высказали не промолчали а высказали свою позицию а что вы думаете про вот другую интеллигенцию которая молчит которая не оказывается не нашим не вашим российскую интеллигенцию естественная между я вспоминаю слова евгения александровича лифтушенко с которым не посчастливилось много лет дружить там было на там было так там было про галилея это были стихи про галилея ученый сверстник галилея был галилея не глупее он знал что вертится земля но у него была семья и он садясь женой в карету свершил свершив предательство свое считал что делает карьеру а между тем губил ее за осознание планеты как-то так дошел галилея один на риск и стал счастливым он вот это я понимаю карьерист и там было так что я верю в их святую веру их вера мужество мое я делаю себе карьеру тем что не делаю ее вы знаете люди у которых есть совесть совесть это такое простое слово совесть они не могут делать вид что ничего не происходит их это совесть она их раздирает на части поэтому когда мы говорим алия хиджаковой или об олеге басилашвили а борисе гребенщиков и андрея макаревича максиме галкине алексея пани не артуре смоленинове марии миронова и так далее можно называть много фамилий это люди у которых просто есть совесть и она не дает им молчать она не дает им делать вид что ничего не происходит потому что ребята происходит происходит все остальные я не хочу осуждать тех кто промолчал не хочу мне один человек оттуда из россии сказал нам по 15 лет дают за это ну ты хочешь чтобы я сел я не хочу садиться у меня семья я не осуждаю я осуждаю тех кто поддерживает фашизм вот это самые звероподобные рожи проклятые украинцами навсегда на века вот эти вот все мошковы газмановы долины маршалы лепсы шмепсы эти кто там и же там много расторгуевы вот эти вот все подонки которые виноваты в агрессии против украины ничуть не меньше чем путин потому что своей популярностью они поддерживают фашизм потому что глядя на них а также на пропагандистов российских в первую очередь таких как соловьев скобеева и так далее тупоголовые русские мальчики берут в руки автоматы и идут убивать украинцев вере искренне в то что они нацисты что мы нацисты не включая свои тупые мозги а если бы включили они поняли что украина как считают у них там в аркастане это фашистская нацистская страна только президент украины избранный 73 процентами голосов украинцев еврей руководитель президентской администрации на половину еврей первый помощник президента еврей министр обороны еврей я смогу долго еще перечислять вот это фашистская сука страна и они идут туда убивать фашистов тупорылые озверевшие сволочи слов на них не хватает а дмитрий ильич а в свое время вы взяли огромное количество интервью очень интересных интервью в том числе и у российских людей и из бизнеса и из искусства если у вас разочарованность в тех людях от которых вы не ожидали вот их будем так быть подлой позиции если такие люди есть такие люди есть их немало такие люди есть и среди моих друзей бывших друзей к сожалению большому я не хочу их понимать и я не хочу их прощать и все что было у нас светлого во время нашей дружбы во время долгих лет нашей дружбы останется со мной но я больше не хочу не знать их не слышать не видеть потому что поддерживать фашизм могут только не люди дмитрий ильич продолжение предыдущего вопроса какой бы вы задали есть у вас было возможно взять интервью владимира мошкова какой бы вы задали первый и последний вопрос я не хочу брать интервью владимира мошкова и даже думать об этом не хочу он идиот и он подонок он фашист для меня человек публично поддерживающий русский фашизм это фашист поэтому я ненавижу его как всех русских фашистов и фашистов вообще ненавижу этого человека мне больно от того что он сыграл прекрасные роли он замечательный актер в том числе снимаясь в одессе которую сегодня бомбит его фюрер я имею ввиду фильм ликвидация я жалею что я вообще с ним встречался мне очень прискорбно сознавать что этот талантливейший актер талантливейший к тому же на половину еврей оказался фашистом я просто желаю ему когда-нибудь почувствовать то что почувствовали убитые люди в буче изнасилованные девочки от его любимой фашистской русской армии дмитрий ильич вот мы уже затронули тему пропагандистов задам вам не политкорректный вопрос который я нигде еще никогда не слышал мне к любой по его побаиваются дать смотрите почему главными пропагандистами сегодня войны на русском телевидении в россии являются армяне и евреи со стороны армян я просто для наших зрителей назову фамилии симонянки осаян шахназаров багдасаров ну и со стороны евреев это известно соловьев вассерман хинштейн кто еще сосновский там есть такой доктор кедми как вы думаете почему именно представители этих двух наций больше всех пострадавших слова геноцид принципе связывают только с армянами и с евреями в двадцатом веке почему именно они являются главными пропагандистами войны оккупации украины я с большим уважением и любовью отношусь к мудрому армянскому народу естественно с большим уважением и любовью отношусь к мудрому и доброму и справедливому еврейскому народу это два народа пострадавших это народы страдальцы пережившие геноцид холокост что касается вышеперечисленных вами подонков они не армяне и не евреи они пидорасы причем закончены ну это дмитрий ильич это медицинская констатация факта а даже психологических психологических и медицинская и психологическая констатация факта хорошо пойдем дальше а где россии у пидорасы и нет национальности они не армяне и не евреи это выродки которые родились армянами и евреями но таковыми по сути не являются это подонки и пидорасы дмитрий ильич продолжение вот этого вопроса вот смотрите прошло 30 лет больше 30 лет со дня как советский союз распался до украинцы украинское общество украина украинская нация стали свободными людьми при любых тех катаклизмах которые в украине происходит экономических политических это свободный народ почему российский народ так и остался а вот этом советском рабском вот этой ниши почему они так и не освободились от вот этого низкопоклонства как вы думаете почему здесь много причин на самом деле но вы знаете что интересно покойный борис немцов мне когда-то сказал очень интересную вещь говорит ты понимаешь чем западнее живут люди тем более они привержены западным ценностям это очень интересная точка зрения я с ней согласен и даже если вы начнете путешествовать из россии например в польшу к примеру давайте даже дальше поедем в германию вот начните свое путешествие с мест которые мне хорошо знакомы с новгородской и псковской областей я служил в армии значит сначала в новгородской области полгода в учебке под село медведь такое шимский район затем полтора года под лугой это ленинградская область но мы ездили на месяц командировку псковскую область в общем я эти места хорошо знаю потом там бывал неоднократно вы стартуете от вросших в землю из покосившихся без заборов без них рена с пьяными людьми лежащими на улицах в селах с утра коров вы не встретите бедность разруха пьянство едьте дальше 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 проезжайте через украину восток украины еще серенький такой будет центре получше намного западнее украина вообще красота я сельскую местность имею ввиду прекрасные хаты дома такие добротные заборы красивые церквушки во дворах каплычки уже западнее западнее въезжайте в польшу вообще уже красота доезжайте до германии это германия вот так наверное и цивилизация идет я так думаю и подсказать мне это борис немцов но есть еще очень много причин о них можно говорить долго главная причина в том что течение долгих советских лет вследствие огромного количества издевательств над собственным населением а именно расстрелов инакомыслящих голодомора когда на лучших землях люди гибли миллионами от голода страшные второй мировой войны когда лучшие погибали в первую очередь миллионами десятками миллионов эти высылки эти лагеря эти иммиграции это все это геноцид собственного населения результатом стала отрицательная селекция вырождение поэтому в россии это на россии это отразилось более серьезно на украине менее серьезно украина тоже потерпела от этого ну вот как то так дмитрий ильич мы сейчас уйдем на короткую рекламную пазу через пару минут вернемся не отключайтесь оставайтесь с нами продолжим нашу замечательную беседу мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго ее ведущие эдуард брумер и геннадий и мы продолжаем беседу с украинским журналистом и общественным деятелем дмитрием гордоном а дмитрий лично с нами да дмитрий лично прошлой неделе украина простилась со своим первым президентом леонида макаричем кровчуком за месяц до этого из жизни ушел станислав срисович ушкевич но в первую очередь разговор о кровчуке уже можно наверное сказать о нем как о политике и как гражданине что вы думаете как какой-то составить его портрет станислав станиславич ушел за несколько дней за шесть дней по моему перед леонидом макаровичем я очень скорблю конечно и связи с смертью станислава станиславовича шушкевича с которым мы были хорошо знакомы и делали несколько интервью с леонидом макаровичем вообще дружили 27 лет и я очень много с ним общался и мне его конечно будет не хватать потому что это был выдающийся человек выдающийся один из самых мудрых встреченных мной за долгие годы а встречал и лучших людей эпохи так получилось это мое счастье такое леонид макарович символ всего украинского первый президент украины человек сыгравшие решающие решающую роль в развале советского союза это именно он сыграл эту роль что подтвердил мне и бурбулис и шушкевич и другие участники беловежского процесса леонид макарович грандиозный был человек глубочайший мощный масштабный очень добрый его как-то спросил леонид макарович а каким должен быть президент я ждал сейчас как ну вот он должен там знать то то делать то то понимать то леонид макарович сказал президент должен быть добрым вот для него президент начинался с доброты замечательный человек был замечательный и к сожалению ушел от нас он болел сердце последнее время к сожалению но я присутствовал на похоронах мы его проводили в последний путь что сказать замечательный человек дмитрий ильич когда меня встречают американцы что я должен сказать кто сегодня такой украинец вот главные слова главный тезис кто такой сегодняшний современный украине в данной минуте украинец это человек который заслонил земной шар от коричневой чумы 21 века по-моему емко я аж сам сейчас порадовался какую я нашел удачную форму именно так это 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 очень точное определение и мы это возьмем на я призрала оглавление нашей передачи да да это будет главный тезис а дмитрий ильич а президент владимир зеленский мы знаем это все видели это не секрет у вас были с ним довольно такие споры и разногласия разногласия будем так говорить разногласия на ваш взгляд сегодня владимир зеленский как президент страны справляется со своей должности а что бы вы хотели чтобы он делал более а жестче и более решительнее в чем он должен быть более решительным я считаю что президент зеленский сегодня справляется он выполняет достойно выполняет свои конституционные обязанности я считаю неоспоримой заслугой президента зеленского то что 24 февраля ровно три месяца назад когда началась эта проклятая война он не дрогнул и остался в киеве хотя были соблазны и западные партнеры предлагали его эвакуировать из киева оставшись в киеве он здорово укрепил боевой дух украинской армии и мотивировал украинский народ на сопротивление агрессору я считаю что это достойно восхищение вот именно то что он тогда остался в киеве он очень хорошо ведет переговоры с западными партнерами он умеет быть настойчивым он умеет убеждать он говорит то чего другой лидер может и не сказал бы то есть сегодня нет места деликатности политесу он высказывается очень четко конкретно у него прекрасные речи он сегодня символ украины и не случайно весь мир восхищается владимиром зеленским восхищается украиной на самом деле и владимир зеленский как символ украины ну вот так сегодня в давосе прозвучал как бы голос из очень очень прошлого на прошлый бывший госсекретарь сша и советник по национальной безопасности генри киссингер выступая в давосе сказал что украина должна как бы отдать часть того что хочет россия чтобы значит закончить войну и чтобы она не разгар не разгоралась в европе какое вообще ваше отношение вот к этому пожилому джентльмену кстати заслуженному наверно и 99 лет 98 да 98 лет и и чтобы вы сказали по поводу его вот этих измышлений в интервью мне проживающий давно в соединенных штатах бывший сотрудник резидентуры кгб ссср в вашингтоне юрий швец сказал что генри киссингер имел тесные связи с комитетом госбезопасности советского союза и проходил там под кличкой киса за что купил зато продаю повторяю сотрудник резидентуры кгб ссср в вашингтоне юрий швец очень популярный человек сегодня имеющий миллионы просмотров каждого видео там фантастически популярный живущий в вашингтоне вот я думаю что вы можете у юрия борисовича поинтересоваться подробностями но этот человек знает о чем говорит поэтому дружившие со многими советскими президентами я еще маленьким был помню объятия условное объятие брежнева и киссинджера друживший со многими генеральными секретарями цк кпсс большой друг путина генри киссингер высказал свою точку зрения я с ней в корне не согласен на дальше будет дальше дмитрий лечь а владимир зеленский заявил что украина готова хоть сегодня обменять украинских военных она а медведчука что вы думаете по этому поводу и если реальная возможность это сделать у меня есть сомнения нужен ли медведчук путину там я сейчас порассуждаю вслух две вещи первое путин прекрасно понимает что медведчук потратил на себя деньги которые путин ему давал на поддержку российской агентуре в украине на создание здесь развернутой сети резидентура на самом деле здесь были созданы потемкинские деревни а денежку медведчук как говорят злые языки брал лично себе то есть путин имеет все шансы не простить ему крысятничество первое второе медведчук много говорит на допросах много рассказывает и такого что путину не нравится путину же вообще наверняка не нравится когда люди кого-то сдают это с одной стороны а с другой стороны путин должен показать что мы своих не бросаем хочет ли медведчук чтобы его отдали путину вот еще большой вопрос может ему там не сладко придется поэтому трудно мне сказать что будет но мы это увидим посмотрим на прошлой неделе в украину приехала насколько я знаю 42 следователя международного уголовного суда по зверствам они будут расследовать зверства в буче и в эрпене позже после российских орков какая вообще есть информация потому что они сейчас находят и какие есть ну наверное первые результаты если можно огласить такое сказать у меня нет этой информации я знаю что следователи приехали но у нас столько собрано материалов доказывающих преступность российской армии на территории украины столько видео вы знаете вот что такое время представить себе во время второй мировой войны и даже в грузии в 2008 году ну представить себе документации зверств трудно да сегодня у всех телефоны мобильные которые еще хорошо снимают и сегодня люди снимают все и куча русских идиотов которые к нам полезли на нашу территорию тоже снимали документировали сами себя а потом когда они попадали в плен или когда их убивали у них изымали эти телефоны а там столько съемок они хотели похвастаться своим родственникам мамам женам там девочкам какие они вояки как они убивают украинцев как они насилуют украина к ним же хотелось похвастаться поэтому они документировали сами себя сегодня в руках украинского правосудия огромное количество огромное количество материалов доказывающих преступную вот эту вот всю российскую мразь и я думаю что украина щедро поделится я уверен щедро поделится материалами с международным следствием дмитрий лечь бывший премьер-министр израиля голда мер как-то заявила что нельзя вести переговоры с врагом который пришел на твою землю тебя убивать а что вы думаете по поводу переговоров которые сейчас по в замороженном состоянии нужно ли опять начинать переговоры с россией и что дальше если вы перспектива в этих переговорах и нужны ли они вообще великая рожденная в киеве голда мер была очень умная женщина и она знала что говорила я считаю что сегодня никаких переговорах с путиным не может идти и речи со стороны украины точно и думаю со стороны запада тоже запад имел возможность неоднократно убедиться в том что путин врун лгун и слова его не стоят ничего он все время врет это его любимое кгбшное занятие врать он говорит одно дело и другое думает третье переговоры только укрепляет его в мысли что с ним считаются а он очень хочет чтобы с ним считались мне кажется что полный игнор со стороны запада и тем более украины должен быть по отношению к путину холодное презрение к международному преступнику и террористу никаких переговоров о чем с ним говорить с ним должна говорить украинская армия и российская оппозиция и запад все другого разговора нет дмитрий лично в предыдущем части на нашего нашей беседы вы рассказывали о том как чем дальше на запад тем жизни и условия и все она как бы вы не то что как бы он выглядит лучше я просто хочу сказать что мы с братом служили в западной украине деревня бодрость гора берегово под городом укачево самый такой известный вот и это очень прекрасное место могу подтвердить что да это нас даже это где-то удивило сами сами мы с белоруссии как вы понимаете мы ездили на картошку и могли сравнивать белорусскую деревню и да и украинскую это было тогда уже европа да это тогда уже была европа а такой вопрос я никак не могу решить для себя понять мы когда служили вами лучшими солдатами у нас были украинцы самые мотивированные самые исполнительные самые-самые и до начала войны я еще говорил и думал не может быть но никогда украинцы не сдадут свою землю но никогда это невозможно и то же самое что зайти в клетку к тигру и попросить его ну отдай мне свое место ну невозможно такое почему они все-таки начали войну против украины ну это просто даже как-то нелогично можете объяснить во первых спесь имперская это агрессивная спесь мы всех через пень колоду да что они себе думают да что они себя представляют они так относятся ко всем к украине казахстану к белоруссии к молдове ко всем грузинам да что и да кто они без нас да мы всех кулаку так все будут нас ходить по стойке смирно стоять вот так они относятся дальше произошло вот что путину сказали доложили я думаю и фсб и армия его подвели армия доложила что у них полная боевая готовность у украинцев все плохо и что только стоит нам войти все разбегутся но это как грозный помните взять за час или за сутки там грачев пьяница обещал ельцину фсб рассказывала что в украине очень не любят власть очень много националистов и русскоязычные люди не любят нациков и в общем любят россию и ждут когда наши освободители придут и будут встречать их хлебом с солью вот его я думаю ввели в заблуждение а он придурок он вообще никогда украины не знал и не понимал и я долго общался много на эти темы с леонидом кучмой который с ним встречался много-много-много раз и с виктором ющенко который с ним много раз встречался и с нашими премьер-министрами разными они мне рассказывали одно и то же путин не понимал украину не понимал чем украинцы отличаются от русских считал что это один народ это глубокое такое имперское заблуждение он в результате пал жертвой своего непонимания и своего окружения которое разворовала разворовала и там работу деньги на работу с украиной которые якобы выделялись огромные и так далее ну и он зарвался он зарвался просто эти 20 чем-то лет власти безудержной плюс подкуп западных лидеров многих лидеров общественного мнения на западе все это сыграло с ним злую шутку он подумал что запад будет вести себя как всегда импотентно никаких санкций не будет ничего пошумят и перестанут а мы тем временем украину захватим он ошибся он совершил ошибку за эту ошибку будет наказан дмитрий ильич когда произошла война естественно запад очень серьезно очень резко отреагировал на эти события и в том числе в сфере культуры начали отменяться и выставки российские и актеры и так далее так далее так далее в россии сразу начали кричать об отмене российской культуры русской культуры российской культуры а считаете ли вы что это правильно отменять концерты выставки российских исполнителей художников не знаю там пускать спортсменов на сына не пускать спортсменов со стороны правильно ли это или это все-таки запад правильно оценил ситуацию по спортсменам я считаю что российские спортсмены не должны быть допущены ни к одному турниру ни к одному российский спорт это политика в россии спорт это политика через спорт россия пытается показать своим гражданам свое мнимое величие российские спортсмены нашпигованы допингом возьмите мочу любого из них практически найдете допинг там или подмененную мочу поэтому россия российских спортсменов нельзя допускать никуда никаких соревнований в россии и никаких российских спортсменов на карте мира первое второе что касается российских культурных деятелей актеров художников писателей и так далее все культурные деятели которые поддержали путинский фашизм или не вы не выступили публично с осуждением не поддержали украину в этой борьбе им необходимо объявить бойкот никого из них не пускать на запад хочет условно говоря там я не знаю какой-нибудь газманов сраный приехать соединенные штаты на концерты иди поддерживай путина сюда не едь в свободном мире тебе не место чеши по деревням оренбургским здесь не твоя тема вот это я просил бы цивилизованный запад всех кто поддержал путина или отмолчался не пускать не то что с концертами закрытием визы прошу вот запад закрыть визы всем кто показал себя с плохой стороны во время войны россии с украиной а всем кто показал себя достойно ну честь достоинства должно цениться длитрий лично наша передача потихоньку идет концу помните был когда-то очень хороший фильм 6 часов вечера после войны конечно вопрос что вы сделали ладыниной главной роль да а что вы сделаете первое 6 часов вечера после войны вы знаете я своим друзьям уже пообещал когда придет день победы возьму стакан налью водки туда и стакан бахнет на радости а как насчет белорусского бальзама я когда-то видел это русский бальзам это страшная история мне лукашенко в свое время подарил я бахнул этот белорусский бальзам это тяжело для организма мне мой друг один говорит ну давай не стакан хотя бы а давай вот так по 50 грамм так разделим удовольствие я говорю не не ну стакан так стакан вот счастье будет счастье но к этому счастью надо еще прийти мы его заслужили это счастье но к нему еще путь есть не длин не не быстрый к сожалению дмитрий лич а ваш замечательный добрый друг а великолепно грузинский актер в танке кобидзе а пел песню очень хорошую песню где были такие строчки я желаю вам друга такого что в тяжелый нерадостный час произнес настоящее слово что спасительным будет для вас я хочу сказать что у вас есть друзья в чикаго и мы желаем каждому украинцу мы желаем вам вашей жизни вашей семье доброго утра доброго дня и доброго вечера и чтобы мир воцарился на вашей земле и чтобы враг был разбит и еще по самый последний вопрос который мы зовем практически всем которые участвуют нашей программе куда идет русский корабль русский корабль идет нахуй как и вся россия а я хочу сказать спасибо вам геннадий эдуард я хочу сказать спасибо соединенным штатам америки которые являются главным стратегическим партнером украины которые сделали нам столько добра мы никогда не забудем добро которые сделали нам соединенные штаты я хочу поблагодарить украинскую диаспору которой много в чикаго я знаю я бывал в чикаго я встречался и с украинцами и с евреями с выходцами с украины спасибо всем кто нам со переживает кто нам помогает сегодня украина нуждается в помощи мы должны выстоять у нас нет другого выхода на нас просто напал страшный фашистский террористический режим и поверьте если мы выстоим и если мы победим это зло станет легче все европе всему цивилизованному миру дмитрий ильич не если вы победите так оно и будет это историческая закономерность мы вас ждем в чикаго и огромное спасибо вашей жене за помощь за помощь всего вам самого самого наилучшего берегите себя берегите себя спасибо